Итак, мы разбираем из того, собственно говоря, из чего состоит Талмуд. Мы примерно определили, как он выглядит. И Мишна является большей частью, то, что находится посередке, как мы говорили с вами. Мишна больше. Ядро Талмуда. Да, основная часть. Нет, нет, нет. Мишна больше. Большая часть. Да, совершенно. Гемара содержит больше критического анализа, то есть разбор самого текста. Хорошо. Так, вы меня запутали. Мишна это ядро Талмуда. А дальше идут объяснения этого ядра. Соответственно, объяснений больше. Сейчас мы разберемся. Давайте гулять постепенно. Итак, Мишна разделена на шесть разделов. Вот-вот и я о том же. Да, знать надо. Я вам просто прочитаю, да? Чтобы вы хотите записать? Шесть разделов, да. Раздел эти называется седр или порядок. Ну, порядок, седр. Порядок. Зраим. Семена. Да. Этот раздел относится в основном к вопросам сельскохозяйственных работ. Семена. В него также входит трактат «Брехот» благословения, содержащий постановления по вопросам молитв. Таким образом, как бы удобно. Если вам нужно решить вопрос относительно молитв, да, вы знаете, что такой-то трактат, он разбирает вопросы, связанные с молитвами. Зраим. Зраим. Семена. Вы знаете, что было огромное количество заповедей, посвященных именно агрокультурной среде. Да? Когда садить, когда не садить, собирать, земля отдыхает, высокосный год и так далее. То есть на это есть все свои размышления и постановления. Следующий раздел называется «Моэд». Срок переводится «Моэд». Праздники и особые дни. Тоже большое количество заповедей, связанных с праздниками. Когда ходить, что брать, что делать, что нельзя делать, трубить, не трубить, после пятой звезды, перед первым месяцем. Следующий кусочек называется «Нашим». Женщины. Семейные отношения и все, что с этим связано. Нашим. Нашим. Ни вашим, ни нашим. Женщины. Да. Семейные отношения и все, что с этим связано. Нет. Семейные отношения. Но есть особое отношение к женщине. Незикин. Следующий раздел. Объединяет в себя вопросы, связанные с имуществом и разные правовые отношения между людьми. Имущественно-правовые отношения между людьми. Незикин. Ущербы. Ущербы переводится. То есть, имущественно-правовые отношения между людьми. Ну, то есть, какие вопросы там сходили. И шел ты по улице, нашел кошелек. Да. Что с ним делать? Если там, допустим, к тебе пришел человек и так далее и тому подобное. То есть, вопросы, связанные с имуществом и людьми. Нашел чужого осла. Что с ним делать? Пристрелить или продать? Или съесть? Есть, да? Следующий раздел. Это Кадошим. Святое. Служба в храме. Вопросы были посвященные тому, что делать в храме, которого нет. Святое. Кадошим. Храмовые вопросы, да. И еще один раздел называется ТОХАРОТ. Чистота. Чистота тела, дома, предметов, кашрут и так далее. ТОХАРОТ. Чистота. ТОХАРОТ. Но если вы подумали, что это все, то нет. Потому что разделы, в свою очередь, делятся на трактаты. То есть, вы понимаете, да? Это все равно, что каждый из этих разделов, он включает в себя огромную часть информации. У нас он просто, вот мы перечислили шесть, но это можно, как сказать, например, морское право. Да? И тут понеслось. Или там уголовное право. Совершенно верно, да. Поэтому каждый из этих трактатов также имеет свое название. Трактаты тоже делятся на главы, не имеющие названия, только порядковый номер. и главы также на небольшие кусочки. Да. На стихи, да. Ну, смотрите, еще раз. Трактаты делятся, то есть, есть разделы, в них есть трактаты, в трактатах есть главы, в главах есть порядковый номер, грубо говоря, стихи, и все. А также ссылки, да, на Мишну. Когда вот, допустим, вы читаете какую-то ссылку, да, она выглядит так. Название трактата, номер главы, номер Мишны, стишка, ну, грубо говоря, где это упоминается. Так же, как мы в христианстве используем то же самое. Там 1 Коринфянам, глава такая, это стих такой-то. То есть, Мишна, трактат там, например, Кадышин, да, Кадышин, там подраздел такой-то, место такое-то, ссылка такая-то, чтобы можно было найти. И так, в последующие, за окончательной редакцией Мишны века, еврейские мудрецы, которых парамейски называли Амараим, толкователи, много занимались анализом приведенных в Мишне положений. То есть, много размышляли о том, что же там было написано. И изначально анализ этот был посвящен вопросам, таких как, в каких ситуациях те или иные положения они либо приемлемы, либо неприемлемы. То есть, шел, так сказать, оттачивание процесса на местности. И зачастую они понимали, что как бы есть свои нюансы. То есть, время шло, мы понимаем это, да? Люди менялись, менялся быт вокруг. Например, никому раньше же не могло прийти в голову, что будут компьютеры. Ну, вот как такие. Можно ли пользоваться компьютером, например, в шаббат, да? Это надо рассмотреть. Ну, реально. Или как, например, ну, вот, предположим, стоит в доме у вас домофон. Вы пошли в синагогу. Как вернуться домой? Если нельзя делать работу, кнопки нажимать нельзя. Что делать? Ну, на выключателях не нажимают выключатели, вы знаете, да? Ставят такие даже штучки, чтобы, ну, как открыть дверь? Как открыть дверь домой? Предметы переносить нельзя. Ключ — это предмет. Что делать? Совершенно верно. Повесить на пояс и сделать его украшением. Перевести его в другую категорию. Вы не видели таких людей у нас? Вот я встречал несколько раз по городу. Вот так резинкой такие ключи торчат. Там они вроде как украшения, но, послушайте, это все серьезно. За всем этим стоит, как бы в оригинале, в идее стоит желание не нарушить заповедь. Вы понимаете? Это не просто люди на себя набирают какую-то там глупость, ну, вот просто ради глупости. Вот я, знаете, я вот такой, и мне нравится. А я не хочу нарушить заповедь, я хочу и пытаюсь угодить Всевышнему, поэтому я иду на такие вот сложности в жизни. Вопросы, иными словами, как бы разбирая книги, мы должны понимать, что вопросы поднимались, поднимались и поднимались. Как дверь открывается? Целое приключение. Пьют, кушают, но обратно же. Это делается очень хитро. Внутри помещения предметы переносить можно. Например, внутри двора переносить предметы можно. Поэтому, например, почему бы не огородить город? Тогда город получает статус двора. Тогда в городе можно делать что угодно. Нет, это серьезно, да. Например, обгораживали город столбами, натягивали на столбах проволоку. Огорожено? Огорожено, да? Формально? Формально, но заповедь соблюдена. Перед наступлением шаббата посылают человека или можно послать, например, ну, я не знаю, насчет электрического разряда, чтобы проверить, или не порвана проволока. Потому что, если проволока порвется, тогда нарушение заповеди получается. Целая наука. Заповедь на заповедь, как говорится в Писании, да? Натурально. То есть, можно ли, например, вот предположим, к вам пришел сосед с засолью, а у вас шаббат. Но вы в доме, вы можете, в принципе, дать ему соль. Так он, сосед не еврей, скажем так, потому что еврей за солью в шаббат не придет. Как это сделать? Не очень хорошо. Он не еврей. Как ему, можно ли передать ему через окно? можно вытянуть руку, но если ты вытянешь руку, рука будет вне огороженного пространства. Нельзя кидать. Выйти во двор тоже нельзя, потому что ты соль вынесешь уже, там носить нельзя. Вы понимаете, да? То есть, это вы сейчас делаете предположение. Вот так они вот примерно сидели и размышляли о том, что делать, как сделать так, чтобы заповедь была соблюдена. То есть, предположим, смотрите, разбирается такой вопрос. Если человек сидит в тюрьме, и он хочет соблюсти заповедь о Песохе, о пресных хлебах, но у него нет пресного хлеба, может ли он на Песох кушать тот хлеб, который у него есть? Ну, скажем, обычный хлеб. Но Бог, видя его сердце, посчитает ли эту заповедь исполненную, заповедь о пресноках? И Дэйз говорит, нет, не конечно. Заповедь должна быть исполнена так, как она должна быть. То есть, мы говорим о намерении сердца, так называемом, кавана, намерении нашего сердца. А здесь поднимается вопрос буквального исполнения заповеди, без каких-то, скажем, эмоциональных всплесков. Ты должен исполнить заповедь, даже если ты этого не понимаешь, даже если ты не понимаешь, зачем эта заповедь дана, сделает, потом поймем. Есть такой принцип в иудаизме. Мы сделаем, а потом поймем. Все это вокруг Бога, это все для Него и для нас. Да. Ну, как вы думаете? Попробуйте. Попробуйте. Вопрос, зачем? Можно ли спать там, замуровать себя в келью? Можно. Попробуйте. Можно ли есть грибы? Да все грибы съедобные, только некоторые один раз, вы понимаете. Что ты можешь делать, а что ты не можешь? Согласно Новому Завету? Все можешь делать в шаббат, кроме греха. Ну, да. Смотрите. Да неужели? Можно. Без благословения шаббата? Еще раз. Смотрите. Есть разница между я потеряю благословение и я потеряю отцовство. Есть разница, например, что, скажем так, меня отец лишит какой-то конфеты, да, в наказание, или он просто откажется от меня, заведет меня в детдом и скажет, ты не мой сын. Есть разница, правильно? И то, и то благословение, но есть разница, чего я лишаюсь. Есть благословение, которое мы, допустим, если ты не будешь спать очень долго, не будешь, не будешь, и у тебя будет нервный срыв, то ты просто отказался от благословения сна, который Бог придумал, и ты сам себе заработал какую-то ерунду. Понимаешь, да? А можно, ну, как бы подойти к вопросу другому, что Бог так сделал, что ты там не спишь, тебе плохо. Есть? Хорошо, мы будем говорить о праздниках, давайте мы вернемся. Итак, мы понимаем, что шла работа, шла работа, которая состояла в том, чтобы осмыслить сказанное в Мишне, для того, чтобы разобраться, как это применять. И такая работа получила название гемара, то есть завершение. То есть это записанные дискуссии о том, что учит Мишна. Можно так по-простому сказать. гемара, гемара, завершение. В данном контексте завершение изучения. Была закончена примерно в пятом веке. И когда говорят об изучении Талмуда, обычно имеют в виду именно изучение гемары, то есть дискуссии о том, как это применить. логически построенный подход. Есть заповедь, и есть, допустим, мы знаем, что собрались раввины и не рассуждали. И вот там так это и выглядит о том, что сказал раввин там, Бен Йося, раввин Узуси от имени раввина Яханана Бен Захая. Нехорошо там, да-да-да-да-да, какая-то там сказано что-то там. На что раввин там такой-то ответил. Причем вся эта дискуссия, она может быть растянута там на достаточно длительное время. То есть потом они ссылаются на тех раввинов, которые уже отошли и так далее, и так далее. И когда что-то у них не вмещается, помните, мы читали о петухе и о легких, о том, что в конечном итоге они собрались и решили, что он в петухах, в курях не разбирался, поэтому ничего не знает. Ну, то есть это... Да. И все это находится в Талмуде. То есть это все часть Талмуда. Существует два текста Талмуда. Иерусалимский Талмуд и Вавилонский. Иерусалимский Талмуд содержит 39 трактатов. Иерусалимский Талмуд содержит 39 трактатов. И был отредактирован в Ешиве города Тверия. Город Тверия. Главную часть работы сделал Равин Йоханан бен нафха. Бен нафха. Нафха. Да. Вавилонский Талмуд был сославлен в основном в двух наиболее знаменитых Ешивах Вавилонии. Сура и Пумбедита. Ну, города. Пумбедита. Запишите просто, чтобы вы для себя, так сказать, имели информацию. и отредактирован и отредактирован содержит 36 трактатов, но по объему превышает Иерусалимский Талмуд и был отредактирован более тщательно. В Ешивах изучали в основном Вавилонский Талмуд. В 1860 году был выпущен первый Вавилонский Талмуд. Первое издание Вавилонского Талмуда. 1860-й. Традиция рекомендует каждому еврею изучать в день по листу, то есть две страницы Талмуда. Подсчитано, что при таком режиме можно изучить весь Талмуд за 7 лет. Да. Лист. Две странички. Мы уже говорили, что в Талмуд вошли наиболее важные высказывания раввинов по галахическим вопросам. Но также мы понимаем, что все равно не все было записано. Была та часть, которая все равно продолжала передаваться устно. И поэтому эти устные высказывания были сохранены традицией. А поскольку эти сведения часть традиции, следовательно, часть устной Торы, которая по-прежнему не была записана. Понимаете, да, что была все же часть, которая оставалась таки незаписанной. Но все равно она позиционируется как устная Тора. Впоследствии некоторые из них перед лицом угрозы их потери для будущих поколений были записаны. И эта литература также является важной, важным источником еврейского, так сказать, еврейской мудрости. И к числу таких записей относятся так называемые Мидраши. Мидраш Халаха или просто Мидраш. А также существует Агада. Слышали? Она также комментирует Тору. Очень удивительные штуки. Мидраш еще как бы более это самое. Агада похожа на сборник сказок и каких-то историй. Очень мифических. Очень. О раввинах летающих, о драконах, о принцессах, о всяких чудесах. У меня есть Агада, могу вам как-то принести, почитать. Вот такая прикольная штука. Но практически как я не старался, что-то я не смог применить в своей жизни. Ну, попытался так подумать. Вот как бы взять вот это. следует сказать, что особое отношение в еврейской вообще культуре есть к раввинам и цадикам. То есть обычно своих раввинов очень любят, гордятся ими. Цадикам приписывают невероятные истории. Такие, знаете, когда там встречаются два хасида, один второму говорит, ты знаешь, какой у нас раввин? У нас такой раввин, он просто цадик, его Бог слышит, его Бог. Вот вчера шел он через речку, упал с моста. Поток был очень бурный, так он начал тонуть, но хорошо, что у него в кармане было две живые селедки. Он ухватился за хвост и выплыл. Тот говорит, второй, да ладно тебе, что ты брешешь? Он говорит, посмотри, вон он стоит. Раввин в смысле, живой, да. То есть, нет сомнений, понимаете. Да. Что, как бы просто, да, ну, как бы, это просто вера такая простая, знаете, или там, ты знаешь, с нашим раввином Бог разговаривает. А он говорит, да, серьезно, не верю. Он говорит, стал бы Бог с брехуном вот это разговаривать. авторитет. Ник. И на сегодняшний день сохранилось достаточно много сборников Медрашей и Агадот. поэтому на страницах многих еврейских книг можно увидеть такой Медраш рассказывает нам или там как написано в Агаде или Агада рассказывает. и очень часто можно увидеть, когда просто там, допустим, там трактуется, например, и вышли сыны Израилева из Египта и там понеслось, то есть короткое вступление там. Агада рассказывает, когда они выходили, то многие там египтяне плакали, например, и они говорили там подробнейший рассказ о том, как они выходили и там как они собирались, как они там упаковывали вещи, что взяли, что забыли и там ну это всего лишь там начинается, там знаете, вышли они из Египта и там рассказывается и подошли они к горе и тут снова подробнейший отчет, фотоотчет, как это было. Там подробно описано, как они скитались, как они ели эту ману, на что она была похожа, почему она была именно такая. Целое, целое, как бы, то есть то, что вот мы не видим в Писании, да, то, что как бы опущено. В еврейской традиции оно все объясняется устной традицией. Вот оно есть и все. Но, тем не менее, это занимает очень большое место. Итак, мы говорили, да, что еврейская традиция требует от каждого еврея выполнения большого числа заповедей. Все заповеди формулируются в виде короткой фразы. мы понимаем, ну, то есть, как бы, можно ли там, например, переносить тяжести, можно ли готовить еду, писать и так далее, и так далее, и так далее. Как мы говорили, да, что возможность переносить связано с том, где переносит, кто переносит и так далее. Можно, конечно, по этому вопросу обращаться каждый раз к раввину. И, ну, все же хорошо, когда люди сами немножко понимают как бы, то, как устроена еврейская жизнь. И было написано так называемое Мишне Тора, повторение Торы. Мишней Тора. Фактически это ну, можно сказать, выборка. Наиболее часто задаваемые вопросы, наверное, так можно сказать. Повторение Торы. Его написал в конце 12 века один из величайших еврейских мудрецов Рамбам. Мы поговорим позже о нем. Рамбам. Рамбам. Да, это свод галактических правил. Были умными, писали книги, исследования, посвящали себя Торе. Это отдельная тема. Тоже очень такая. Ну, мы не можем все рассмотреть. Понимаете, мы сейчас закладываем простые основания, да? Потом был лидерский талант, умение преподавать, посвященность. А как становились отцами церкви? Точно так же. Да? Да. Итак, через 400 лет в середине XVI века другой галактический кодекс написал Равин Йосиф Каро, живший тогда в городе Цфат. Книга называется Бейт Йосиф. Это фактически справочник с указанием галактических постановлений. То, что нам известно сейчас, как Шульхан Арух. Накрытый стол. Встречали Шульхан Арух? Даже читал мимо. Это сложно. Шульхан Арух. Шульхан Арух. Накрытый стол. Арух. Шульхан Шульхан Арух. Фактически, смотрите, общаясь недавно с ортодоксом одним, он говорит, мы разбирали с ним вопросы Талмуда, некоторые связанные с даже Гемары вопросы, так можно сказать, что делать, там земля круглая, плоская, он говорит, в конечном счете, ты не заморачивайся Талмудом, читай Шульхана Арух, там все коротко и четко сказано, то есть, знаете, чтобы простые, ну, скажем так, не врубленные во всю эту историю евреи как бы не испугались, можно взять Шульхана Арух, это как справочник о том, что делать, когда вот это, посмотри вот так, делай вот так, то есть, и подразумевается, что он основан на Талмуде, но интересно, что это, ну, как бы основание, оно не без указания их источников и обсуждения, просто дается вывод и все, не ссылаясь, откуда взят этот вывод. Очень известная книга Шульхана Арух, к ней написано очень много комментариев, изданы разные ее сокращенные варианты, ее изучают все. Ее написал Бейт Йосиф Бейт не, 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 написал Йосиф Каро. Каро, да. Существует также Китсур Шульхан Арух, то есть, сокращенный Шульхан Арух, ну, то есть, та же книга, только более проще написана, сокращенный вариант. Ну, понятно. Существуют также другие книги, оказавшие большое влияние на еврейскую жизнь и очень широко изучаемые евреями. Мы сейчас отметим самые-таки известные из них. Это Зохар, Сияние. Зохар. Да, очень мощная книга, уже где-то у меня была. Сияние. Комментарии которые? Зохар. Хар. Он был написан на арамейском языке во втором веке раввином Шимоном Бар-Йохаем. Этот комментарий связывает текстуры с тайнами мироздания и структурой мира. Он стал основой Кабалы. написал его раввин Шимон Бар-Йохай. Йохай, да. И Зохар стал основой для Кабалы. Очень мистическая книга. Очень. Кабала мы поговорим об этом. Мистическое учение о тайнах, можно так сказать. Следующая книга Ха Кузари. Кузари, правильно так будет с ударением. Ха Кузари. Ха 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 Кузари. Подразумевается конкретный Кузари. Ха как артикль определенный. В начале 12 века великий еврейский мыслитель и поэт Игуда Халеви написал философский трактат, в котором изложил основу иудаизма в форме диспута во дворце хазарского царя впоследствии прошедшего Ги-юр. Просто чтобы вы знали, что есть такая популярная книга. Непростая книга, то есть к ней обращается. Ну то есть как бы описан как бы диспут между раввином и хазарским царем и этот царь в конце концов он принимает иудаизм азарским царь может быть следующая книга Море Невухим путеводитель заблудших Одно из классических произведений мировой философии написано Рамбамом в 12 веке Излагает Излагает принципы еврейского мировоззания языком формальной логики и европейской философии Она является очень популярной изучаемой еврейского мироззания Рамбам Месилат Ешарим Путь Праведных Четвертая не четвертая Да четвертая наверное Месилат Ешарим Путь Праведных Праведных Сочинение Равина Хайма Моше Луцату из Падуи написано в 1740 году Излагает еврейский взгляд на проблемы морального совершенства 1740 Хайма Моше Луцату Проблемы морального совершенства Это не значит что они обращаются к этим книгам постоянно Вы понимаете что как бы возможность изучать все это есть только у ограниченного количества людей Средний одесский еврей конечно же возможно и не слышал об этой книгах Слава Богу А христиане точно не догадываются они Следующая книга такая известная Тания учения Тания очень мутная книга Нет так не писать но одна из важнейших книг еврейской философии и основополагающая и не смог Говорят что если неподготовленный разум будет ее читать то можно сойти с ума Охотно верю Из более свежих книг написанных в конце 20 века Сефер Орот книга света написал Авраам Ицхак Хакоген Кук Рав Кук можно так написать сокращенно Сефер Орот книга света Рав Кук Он в Нью-Йорке похоронен Шнерсон Итак раскрывает связь между народом Израиля и землей Израиля Рав Кук был очень интересным сионистом Ну что вот примерно по книгам мы и сделали обзор народом Израиля и землей Израиля для себя просто знаете смотрите вам хорошо понимать из чего состоит Талмуд для себя потому что ну это это важно понимать почему важно понимать потому что как бы вы будете хотя бы лучше ориентироваться если будете читать еврейскую литературу или мессианскую даже литературу вам не обязательно знать все это наизусть просто если где-то понадобится вам такая информация она у вас есть в тетради хорошо хорошо давайте мы сделаем перерыв и поговорим потом о синагоге и молитве в тетради в тетради в тетради